в этом видео я продолжаю тему работы с кринолинами мы уже отсняли по этой теме два видео первое называется изменение длины юбки за секунды второе работа с кринолинами если вы их не видели обязательно просмотрите конечно если вы развиваетесь в сфере изготовления нарядов для торжеств эти оба видео будут для вас полезны ну а я продолжаю эту тему дальше итак сегодня в первую очередь я хочу затронуть тему кринолин и прозрачный корсет сделаем небольшой набросок например у нас прозрачный корсет любой неважно каким бы он ни был симметричный асимметричный не имеет значения нас поскольку мы говорим о работе с кринолинами либо на талии либо ниже уровня линии талии у нас надета резинка нашего кринолина поскольку корсет прозрачный вот эта резинка она будет видна это эстетически не привлекательно а наоборот отталкивает поэтому нам надо уровень резинки сместить ниже его нужно зафиксировать очень четко на талии это можно сделать точно таким же способом который я объясняла при работе с корсетами с голой спиной либо есть второй способ второй способ это полностью пришить по линии соединения корсета с юбкой по вот этой линии хочу объяснить как это сделать правильно чтобы получить четкий уровень во первых вот этой линии и во вторых чтобы у нас не сместились в случае неправильного подхода к работе не сместились наши кольца не было никаких дефектов как это сделать правильно например уровень линии талии у нас вот здесь нашем корсете по боку расстояние от талии предположим 8 сантиметров по линии середины переда у нас опускается наш корсет от талии вниз предположим на 12 сантиметров вот эти величины они нам сейчас понадобятся и вот у нас есть кринолин неважно насколько он колец 12 или 9 не имеет значения от 1 до 9 и так что нам нужно сделать разметить линию середины переда линию середины спинки боковые линии сколько у нас насколько у нас опускается корсет по боку настолько мы опускаемся по боковой линии нашего кринолина допустим вот это наша величина сейчас я беру ее в качестве примера 8 сантиметров по линии середины переда на 12 сантиметров по боку 8 сантиметров но и по спинке сколько у нас запланировано если точно так же как по переду 12 значит точно также откладываем теперь моделируем нашу новую линию не забываем откладывать припуски на шов и вот эту линию вот эту мы соединяем вот с этой линии нашей корсети в общем то все достаточно просто при непосредственно при раскроем когда вы будете обрезать ножницами может сложиться ситуация что вот эта линия вот это окажется чуть чуть длиннее чем это же линия в корсете здесь ничего страшного нету можно просто заложить несколько защипов если вы хотите прям чтоб точно точно было несколько защипов или складочек значит нужно тогда будет чуть-чуть подгонять боковые линии чтобы этого не делать опять таки говорю что можно сделать несколько с небольших складочек вот таким образом теперь хочу затронуть работу с короткими пышными платьями и кринолинами насколько это совместимо потому что может сложиться такая ситуация что приходит например клиент подросток у которого у которой есть идея надеть под коротенькую выше колена юбку вот такой кринолин сразу говорю что это неправильно я сейчас на всякий случай сделаю набросок платье о котором я говорю и вот допустим вот этот кринолин его одевать ни в коем случае нельзя это детский кринолин которая надевается под детское платье для девушки подростка это не подходит вот например предположим у нас вот такой корсет и коротенькая пышная юбочка платье в стиле baby doll например одна из разновидность одна из разновидность еще одна вернее например вот такой лиф и вот такая юбочка вот под эти юбки ни в коем случае кринолин надевать нельзя мы здесь задаем пышность за счет правильно подобранных материалов за счет определенной обработки линии низа за счет например использование оборок нашитых на самый самый нижний слой на нашу подкладку то есть вот таким вот образом кринолин надевать ни в коем случае нельзя в противном случае вот все что внутри этого кринолина то есть тело нижнее белье вот это все будет наружу поэтому надевать ни в коем случае нельзя это ошибка несмотря на то что вообще как приходят людям и такие идеи полуобхват талии в таком кринолине детском максимальный вот 32 даже 33 сантиметра если у выпускницы например талия приблизительно такая ли чуть чуть меньше считают что вот этот кринолин он как раз для неё для такой вот ситуации подходит ну как я уже объяснила не подойдет так дальше следующий вопрос расположение нижнего кольца кринолина потому что этот вопрос тоже у многих насущный потому что длина кринолина готового колеблется от 92 до 100 сантиметров а длина юбки например может быть ну скажем 115 от талии длина юбки 115 сантиметров вот что делать такой ситуации вообще как правильно где нижнее кольцо должно находиться значит наш кринолин когда мы его используем он колышется вправо-влево и назад вперед когда невеста идет в кринолине делает шаг вот это кольцо движется ей навстречу лезет под ноги поэтому то что вот это вот кольцо находится на расстоянии на каком-то расстоянии 10-15 даже 20 сантиметров от уровня линии пола то есть от пола это не просто нормально это правильно потому что в противном случае невесте будет неудобно сделать шаг она будет постоянно наступать на это кольцо постоянно будет дергаться вот вот эта резинка и будет сползать если нет резинки а плотный пояс например вы захотели пришить ну вот так вот вы решили или ваш ваша клиентка так захотела это будет неудобно одним словом это неправильно предыдущем видео я затрагивала тему самодельных кринолинов а именно ситуации когда клиентка сама в целях экономии решает сделать кринолин и хочет использовать для этого обруч для спортивной гимнастики независимо от того я хочу дополнить немножко добавить информации на эту тему независимо от того металлический обруч потому что я такой приводила в пример или пластмассовый его использовать нельзя не только потому что вы не войдете в дверной проем или ваша не ваша клиентка не войдет в дверной проем но она и не войдет в машину потому что опять-таки обруч для спортивной гимнастики он не для одежды он в одежде не используется и он не имеет той гибкости которая присутствует в современных кринолинах поэтому не металлический не пластмассовый образ для спортивной гимнастики здесь использовать категорически нельзя здесь используются специальные материалы еще один нюанс по работе с кринолинами хочу затронуть это работа с большими в диаметре кринолинами в диаметре 3 метра 5 метров такие кринолины были в истории человечества и сегодня могут использоваться в рекламных целях в подиумных каких-то вариантах но в общем могут использоваться по разным причинам например для для оформления витрины для какого-то шоу то есть вы можете с этим столкнуться во первых как этот кринолин выглядит это не просто несколько колец которые горизонтально пришиты наверняка вы видели много таких вариантов пошире лучше сделать это будет более правдиво с реальностью диаметр я имею ввиду именно диаметр они обхват нижнего кольца то есть если 3 метра диаметр это полтора метра от линии середины переда так я чтобы было понятно пытаюсь вам объяснить в одну сторону и во вторую то есть вот наша окружность вот центр окружности вот наш диаметр то есть чтобы вы понимали о чем именно я говорю и еще у нас вот такие вертикальные линии такой кринолин получается по весу достаточно тяжелым поэтому он должен быть не на резинке а на плотном поясе более того должен на пояс садиться очень очень плотно буквально клиентка делает глубокий вдох делает тут же резкий выдох и вот на выдохе вы застегиваете этот этот пояс пояс кринолина почему так потому что поверх кринолина как правило одевается корсет корсет утягивает торс в зависимости от того какой торс изначально какого размера в зависимости от того из чего сделан корсет из каких материалов он прозрачный он непрозрачный он выполнен с применением клеевой по всей длине или без нее в зависимости от того допустим 46 размер если мы сравним и 62 вот очень большая разница между этими размерами вот 62 мы утянем на 20 сантиметров и больше 46 мы утянем гораздо меньше поэтому так или иначе торс будет утянут и если у нас здесь будет резинка под весом вот этих всех колец или пояс недостаточно плотный пояс будет опускаться вот это самый важный момент также если например вы будете делать какой-то подиумный вариант и показывать все таки то есть вариант для fashion show вот так будет правильнее сказать и проходит не на подиуме в помещении а где-то вот ваш показ запланирован на улице если вы делаете большой кринолин например диаметром 5 метров просто представьте себе эти размеры ветром может подняться просто вверх выше головы это юбка вы должны учитывать это обязательно и когда в реальной жизни в прошлом такие кринолины использовались например женщина заходила в храм и таким кринолином она занимала всю скамью в храме то есть вот эти моменты вы должны тоже учитывать наперед при работе если вы хотите научиться профессионально изготавливать свадебные вечерние наряды приглашаем вас пройти обучение по нашему платному курсу кровь пошив и декорирование наряды для торжеств подробную информацию об этом курсе вы можете прочитать на нашем сайте или в нашей официальной группе вконтакте или в нашей группе в фейсбуке